О ситуации в Херсонской области мы поговорим с экспертом из Центра исследования армии Михаилом Самусем. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, первый вопрос касается Херсона. На ваш взгляд, выход из Херсона – это западня, ловушка. Станет ли украинская армия сразу входить в город, из которого, по сведениям СМИ, выходят российские войска? В украинской армии есть разведка. Перед тем, как заходить в город, будет проведена разведка. После этого будут приниматься решения. Но город не является целью. Целью является уничтожение той группировки, которая до сих пор находилась на правом берегу Днепра. И эта группировка фактически из-за идиотического, я бы так сказал, полководческого таланта Путина превратилась сейчас в такую, знаете ли, группу Чапаевых, которые будут пытаться перебраться через довольно-таки широкую реку Днепра. Я думаю, что украинская армия не будет смотреть на это, а будет продолжать уничтожать, я бы, кстати, одни из наиболее боеспособных подразделений, которые сейчас остались в российской армии. Парадоксально, но их российские генералы загнали в самое неперспективное место. То есть, примерно с июля, я считаю, что с июля российская армия должна была бы уже давно уйти с правого берега Днепра, в Херсонской области, потому что ее там пребывание не имело никакого ни тактического, ни оперативного смысла. Это было желание Путина провести эти референдумы, так называемые, и провозгласить аннексию Херсонской области. В результате они потеряли огромное количество вооружений военной техники, личного состава. Я думаю, что сейчас они потеряют еще больше, когда будут пытаться сбежать с правого берега. Также Херсон находится прямо на берегу Днепра. На другой стороне будут российские войска, которые могут просто артиллерией разрушать город. Как избежать разрушения Херсона? Есть ли на этот счет какие-то соображения украинской армии, если вы можете их назвать? Конечно, есть высокоточные средства поражения. Если российская артиллерия будет пытаться наносить удары по Херсону, украинская армия точно так же будет воздействовать огневым способом по российской артиллерии. Конбатарейная борьба будет продолжаться, будет набирать сил. Я скажу так, что после зачистки правого берега Днепра основные силы украинской армии, которые были задействованы при проведении Херсонской операции, будут переведены на другие направления, более перспективные. Потому что в этом районе фронт будет стабилизирован как раз под Днепру. Украинской армии нет смысла форсировать Днепр здесь, потому что следующими операциями будут Мелитополь, Мариуполь, Луганская, Донецкая область и дальше переход в Крым. Поэтому то, что сейчас Россия пытается на левом берегу создавать оборонные позиции, опять же, российские генералы очень странно себе представляют дальнейшие боевые действия, считая, что украинская армия будет форсировать Днепр. Для этого не нужно форсировать Днепр. Я думаю, что все будет происходить для российской армии еще более интересно в ближайшее время. Но вы сказали о том, что высвобождаются силы, также и российская армия. Вы говорили о том, что самые боеспособные части были собраны на Херсонском плацдарме. Куда бросят их кремлевские генералы? На какой участок фронта? Они их уже бросили. Они их уже бросили умирать на Херсонском плацдарме. Дело в том, что переправы сейчас через Днепр не работают. Они уничтожены, украинская артиллерия, они уничтожаются с июля. Если вы помните, как только украинская армия получила хаймарсы, сразу же началось уничтожение мостов и переправ через Днепр. И я себе сейчас с трудом представляю, как около 20 тысяч военнослужащих, которые сейчас застряли на правом берегу, возможно, уже меньше, потому что они уничтожались, попытаются каким-то образом перебраться на левый берег. Очень интересно на это посмотреть. Украинская армия на это смотреть не будет. Поэтому украинская армия, которая сейчас находится, после уничтожения этой группы, которая сейчас застряла на правом берегу, будет переброшена на другие участки. А вот те войска, которые застряли на правом берегу, они уже российские, они никуда уже не будут переброшены. Они будут или уничтожены, или взяты в плен. То есть российская армия оказалась в ловушке на Херсонском плацдарме в околицах города Херсона. А что, на ваш взгляд, произошло со Стримаусовым? Это инсценировка, исчезновение со сцены невыгодного политика, партизаны, действительно ли ДТП? Или же, как предполагают некоторые журналисты, Стримаусов просто решил исчезнуть с политической сцены, чтобы сделать себе новое имя, новую биографию, жить спокойной жизнью? Я не думаю, что он появлялся на какой-то политической сцене. Он является коллаборантом, который, если бы выжил, его бы судили. Это очень строгое наказание в Украине. Поэтому о политической какой-то карьере я не думаю, у него была какая-то перспектива. Я думаю, что дело здесь в деньгах. То есть, если это инсценировка, то, возможно, он попытался как-то избежать. Все-таки нужно сейчас будет писать отчеты с Сальдо, Стримаусом, куда они делят деньги на вот эту вот так называемую аннексию или присоединение этих территорий. Ведь эти территории разрушены полностью. Вообще, вот пример с Херсоном. Мы говорим о Донбассе, говорим о Буче, говорим о Мариуполе, уничтоженном и так далее, Северодонецке. Вот Херсонская область сейчас будет еще одним свидетельством того, что весь этот бред с русским миром – это убийственная идеология. Это идеология, которая разрушает все на своем пути. И те люди, которые верят этой идеологии, они потом теряют все. Они теряют жизни, они теряют имущество, города свои теряют. Потому что в Херсонской области сейчас вот сегодня российские войска уничтожили, например, все мосты, которые находятся на территории области на правом берегу для того, чтобы задержать наступление украинских войск. Они уничтожили, разграбили за последние две недели все имущество, которое только было на правом берегу и пыталось его возить на левый берег. Вот правый берег Херсонской области – это будет такая витрина русского мира. Все, кто хочет и выступает и в Белоруссии, и в Европе, в Украине, может, кто-то там остался еще. Можно поехать сейчас. Будет в Херсонскую область и посмотреть, к чему это приводит. Это уже не первый, конечно, пример, но это уже аннексировано. Я напомню, что это аннексированная территория. То есть это официально территория Российской Федерации. И можно будет посмотреть, к чему это приводит. Поэтому не нужно поддерживать идиотические идеи Путина. Прогонять их. Да, русский мир мы могли видеть в Мариуполе, например, или в Буче и других оккупированных городах севера. В Мариуполе мы еще не смотрели. В Мариуполе мы будем поражены просто тому, что там произошло. Это будет страшно. Как отразится на функционировании области взрыв мостов? Зачем российские войска взорвали около восьми мостов на всем правобережье Днепра? И насколько серьезно это остановит продвижение украинской армии? Во-первых, область не функционировала, потому что она была оккупирована, аннексирована. Теперь после освобождения правобережья Херсонской области начинается функционирование области. Будут восстановлены все мосты, будет восстановлена нормальная жизнь по мере возможности, по мере экономической возможности. То есть будет восстановлена жизнь в Херсонской области. До этого этой жизни не было, это была оккупация. Поэтому никакого функционирования под предводительством Стрима Усова никто не мог, естественно, говорить. Мосты были уничтожены просто с элементарной целью попытаться убежать от украинской армии, которая наступает. То есть российская армия, правда, там логика была нарушена. Если вы посмотрите на карту, где находится Снегуревка и затем, где взрывались мосты, то такое общение, что вот эти российские войска, которые взрывали мосты, они хотели бы отрезаться в том числе от российских войск, которые находятся далеко на север от Днепра. И, в принципе, они подписали смертный приговор тем российским войскам, которые находятся и пытаются зачем-то воевать с украинской армией. Вот здесь мне логика вообще непонятна. То ли из принципа, что они десантники, они не сдаются, тем хуже для них. Я бы на их месте сдавался в плен, потому что никаких шансов у них выжить нет. Их же командование бросило на другом берегу Днепра. Также в прессе в последние дни возникали инсинуации, какие-то догадки о возможных переговорах между Кремлем и руководством Украины. После того, как украинская армия освободит Херсон, как вы видите, возникнет ли возможность для переговоров? А переговоров зачем? Чтобы, возможно, российские войска полностью ушли с территории Украины мирным путем. Их никто не держит. Для этого не нужно проводить переговоры. Для этого нужно взять и уйти. Переговоры будут проводиться только по поводу полного освобождения территории Украины, выплаты, репарации, компенсации и наказания военных преступников. Больше никаких переговоров с российской стороной не может быть. У нас президент Зеленский подписал специальные указы о запрете переговоров с нынешним президентом России Путиным. Поэтому все эти инсинуации, которые появляются в прессе, это инсинуации как раз Путина и его окружение. В основном это идет от Патрушева, который сигнализирует через западную прессу, западным партнерам. В том числе есть прямая коммуникация между Патрушевым и тем же Салливаном. И Патрушево постоянно говорит о том, что давайте как-то будем уже решать вопрос, потому что мы идем к краху. Но им придется идти к краху, потому что Украина ни на какие переговоры не согласится. Большое вам спасибо, Михаил. С нами на связи был Михаил Самусь, Центр исследования армии из Украины, который пояснил нам, что происходит сейчас в Херсонской области, как, каким образом российские войска уходят, отступают под натиском украинской армии из Херсона. Продолжение следует...